Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и сегодня я снимаю долгожданное вами видео. Я думаю, что, судя по этому прекрасному красному фону, вы уже догадались, что это страшная история. Как же их давно не было на моём канале, вы просто не представляете. Но больше двух месяцев точно, и я каждый день получала от вас огромное количество комментариев с просьбами о том, чтобы я сняла, наконец-то, неделю страшных историй, или хотя бы одну страшную историю, ведь вы все по ним так сильно соскучились. Почти все страшные истории, которые происходили со мной, к сожалению, закончились. Они не так часто происходили, но регулярно в директ я всё же продолжала получать различные истории, которые происходили с вами, и сегодня я хочу поделиться супер-мега-мистической, непонятной и безумно страшной историей, которой поделилась со мной моя подписчица Валя. Но перед этим обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на красную кнопочку ниже, и также на колокольчик, чтобы смотреть мои видео первыми и никогда ничего не пропускать. Все ваши мистические истории вы можете продолжать писать в мой директ в Инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Также в этом видео я спрятала для вас три фантома. Фантомы — это призраки, которые внезапно будут где-то выскакивать на протяжении этого ролика. То ли чья-то голова, то ли привидение сзади меня пробежит. Чтобы добавить какой-нибудь атмосферы, и ваша цель — успеть сделать скриншот этого привидения и отправить мне в директ в Инстаграме. Все те, кто заметит этих призраков, получают сигны, видеоприветики, я подписываюсь на ваши аккаунты и многое-многое другое. Главное, не забудь мне отправить в Инстаграм. Повторяю, что никнейм вы видите на своих экранах или же ссылочка в описании. Я постараюсь сделать это видео максимально атмосферным. Давно, просто капец, как давно я не снимала мистические истории, и безумно по ним соскучилась, точно так же, как и вы. Эта история будет просто трешовая, поэтому усаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем, а я, наконец-то, желаю вам приятного просмотра. Мы можем начинать. Поехали! Итак, повторюсь, что этой историей со мной поделилась моя подписчица Валя, и на то время ей было 15 лет, эта история с ней произошла год назад. Сейчас ей уже 16, а также каждой мистической истории, которую я буду снимать в дальнейшем, я буду давать свое название. И сегодняшнюю историю я хочу назвать как «Проклятый лабиринт». Эта история меня безумно привлекла, и я читала прям ее супер внимательно, и хочу рассказать вам все в самых мельчайших деталях. Начнем, пожалуй, с того, что эта история связана не только с Валей, но и с ее семьей, потому что в основном треш произошел с мамой этой девочки. Валя жила и продолжает жить со своей семьей. Жили они достаточно далеко от центра Москвы, и очень редко с семьей куда-то выбирались. Я очень часто люблю проводить время со своей семьей, ходить куда-то в кино, ужинать вместе, завтракать, обедать. И мы с моей семьей постоянно делимся всякими секретами, и даем друг другу советы, и безумно любим друг друга. Но Валя чувствовала, что от ее родителей нету какого-то хорошего отношения, и они очень редко вообще как-либо контактировали. Папа Вали постоянно уходил на работу, когда она спала, то есть рано утром, и приходил тоже, когда она спала, то есть засыпала. Поздней ночью с папой она практически не виделась, и в редком случае только по выходным, и то у папы в выходные были какие-то дела. И мама Вали тоже очень часто работала в дневное время, поэтому Валя, в принципе, привыкла проводить время одна. Ходила в школу, общалась с друзьями, и родители вообще очень редко интересовались о ее успехах. Получила двойку, но получила двойку. У всех бывает по-разному, я не спорю, у каждого своя семья, каждый по-разному в чем-то нуждается, но Вале не хватало внимания, и она об этом мне прям черным по белому написала. И однажды у папы Вали наступил его день рождения, и он, естественно, не просил никакого отгула на работе, чтобы провести время с семьей, но там ему его напарник подарил три билета в зеркальный лабиринт. Я думаю, что вы прекрасно знаете, что это за место вообще такое. Зеркальный лабиринт — это когда ты ходишь по каким-то зеркальным штучкам, и не можешь понять, как оттуда выйти, потому что все зеркалится, и в принципе не можешь понять, какой выход верный, трогаешь стекло там, не понимаешь, что и как. Если что, вот вы можете сейчас посмотреть фотографии зеркального лабиринта, вообще какие они бывают. В общем, этот напарник очень хорошо общался как бы с папой Валей, и папа ему очень часто рассказывал о том, что они безумно редко проводят время вместе с семьей, и поэтому он решил подарить ему вот такой вот подарок, чтобы они все вместе с семьей как-нибудь уже провели время и отправились в зеркальный лабиринт. Не знаю, сделал ли он это со зла, но никто из семьи так и не додумался прочитать в интернете информацию об этом лабиринте, но, как я поняла, я думаю, вы тоже уже поймете под конец, что все-таки да, этот лабиринт оказался каким-то странным, проклятым и непонятным. Папа пришел безумно поздно вечером домой, и Валя, естественно, решила его дождаться, чтобы хотя бы как-то поздравить его с днем рождения. Нарисовала ему красивый рисунок, поздравила с праздником, с деньгами у них тоже было все не особо круто, и поэтому Валя не смогла, и мама Валя тоже не смогла подарить ему какой-то хороший стоящий подарок, но это не самое главное. Папа сообщил, что вот ему подарили вот такие вот прекрасные билеты, что они наконец-то смогут с семьей провести время, и Валя безумно обрадовалась тому, что впервые в жизни, не считая того, что было в детстве, в детстве, естественно, они нянчились с Валей, и постоянно ее водили в садик, играли с ней, а когда она выросла, они поняли, что как бы Валя самостоятельная, но ей все равно не хватало внимания. Она все-таки безумно обрадовалась тому, что этот напарник подарил папе несколько билетов в зеркальный лабиринт, и то, что они хоть как-то смогут повеселиться. Не буду говорить, что было до выходных, и сразу перейду к делу. Наступили выходные, и они решили отправиться в этот зеркальный лабиринт, и Валя очень часто смотрела в интернете, какие зеркальные лабиринты бывают, как там весело проводят время и так далее, и уже настроилась, что семьей они безумно повеселятся, и отправились они туда в воскресенье, как раз-таки на этот день были билеты. Этот зеркальный лабиринт находился в каком-то огромном заброшенном или незаброшенном заводе, в общем, когда они туда приехали, а ехали они туда где-то час достаточно далеко, по пробкам, и чуть ли не доехали до центра Москвы, так как они жили далеко от него, они обратили внимание как раз-таки на само это здание, на то, что рядом народу совершенно не было, то, что это здание было похоже на какую-то, знаете, огромную, то ли не заброшенную, но старую-престарую школу, где практически никого не было. Максимум, я не знаю, перекати поле, это я шучу, но никого не было. Просто пару человек там где-то вдали можно было на это обратить внимание, в общем, безлюдное место, вкратце скажу. Валя посмотрела на это здание, и немного оно ее напугало, потому что оно действительно выглядело устрашающе, но мама Вали и сам папа не стали обращать на это внимание, у них было достаточно хорошее настроение, и они наконец-то решили отправиться внутрь, как раз-таки в самый зеркальный лабиринт. Внутри их встретил человек, который им тоже показался безумно странным, он работал в этом зеркальном лабиринте, и говорил, что, как, они отдали эти билеты, он им рассказал инструкцию, что бить стекла нельзя, что будьте аккуратными, смотрите под ноги. Он заикался и разговаривал очень странно, у него были такие заспанные красные глаза, как будто он прям безумно уставший, и очень долгое время не спал, и безумно хотел поехать домой уже, господи, из этого безлюдного места. Видно было, что он совершенно не радовался своей работой, но семья Вали настроилась как бы пройти этот лабиринт, и, повторюсь, он был достаточно большой. Не тот, который можно пройти за полчаса, а как минимум за час, такой прям огромный, то есть ты ходишь, веселишься. Туда нежелательно ходить людям, у которых проблемы и боязнь замкнутого пространства, то, что можно попасть в тупик и как-то там заблудиться. Но в углу каждого уголка вот этого лабиринта были натыканы камеры, поэтому в этом ничего такого страшного не было. На них надели специальные наушнички, в которых этот молодой человек мог им сообщать какую-то информацию, то есть где вы в правильном направлении, или вы идете, где папа, где мама, если они вдруг потеряются, но, к сожалению, произошла одна очень неприятная ситуация, о ней чуть-чуть попозже поговорим. В общем, всей семьей они решили отправиться вместе, держась за руки, но что-то пошло не так. Они обратили внимание, попрощавшись с этим молодым человеком, зайдя в лабиринт, на то, что очень часто там мигал свет, то есть то ли видно, то ли не видно, зеркала какие-то потрепанные, невытертые, было видно, что очень много людей как бы лапало эти зеркала. Валя безумно напугалась, потому что она чувствовала, как будто что-то, ну, что-то не то, во-первых, они впервые за несколько лет с семьей собрались вместе, да еще в такое странное место они поехали, и Валя прям чувствовала, что что-то пойдет не так. Прошлись они буквально 15 минут по лабиринту, результата как такового серьезного не было, они просто вот так ходили-ходили, хочу, чтобы вы видели какие-то видосики из зеркальных лабиринтов, чтобы у вас в голове создавалась какая-то картина вообще, как все это происходило. В общем, и у мамы Вали безумно сильно поднялось настроение, она начала прям сильно беситься, прыгать-бегать, типа, ааа, вы меня не поймаете, естественно, отпустила руку, типа, ааа, все, поймайте меня, ищите меня, это зеркальный лабиринт, можно действительно удариться, перед этим на них надевали перчатки, чтобы ничего залапанного не было, но, как Валя поняла по отпечаткам пальцев на стеклах, на зеркалах, что многие все-таки снимали эти перчатки, или что-то было не так. Ну и в итоге самая мистическая и странная ситуация этой истории начинается как раз-таки с этого момента. Мама Вали потерялась, и со временем, минуты через три после паники, они совсем перестали ее слышать. Почему-то вот эти наушнички, которые им выдали для того, чтобы слышать человека, резко перестали работать, соответственно, он не мог им подсказать, где мама, что с ней случилось. Но когда они потеряли маму, изначально они слышали ее голос, и он им показался безумно странным, непохожим на ее голос. В общем, она говорила, ой, я потерялась, я потерялась, я потерялась, знаете, таким странным, непонятным голосом, будто уже что-то должно их вывести нахер из этого лабиринта, что-то прям вот конкретно не так. Валя задала вопрос папе, она говорит, пап, ты не почувствовал, что у мамы какой-то странный голос? Во-первых, она потерялась, но они были как-то навеселе, даже не думали, что что-то страшное дальше произойдет. Потерялась и потерялась, окей, будете искать выход отдельно, раз в зеркальном лабиринте очень сложно его найти. Ну и в итоге все зашло настолько далеко, то что они еще минут сорок бродили по этому лабиринту, изначально они пытались найти маму, у них это не получилось, они ее совершенно не слышали, пытались помахать в камеры лабиринта, типа, эй, алло, как бы, помогите нам, но такое ощущение, что этот молодой человек просто ушел, что он, собственно, и сделал. Выйдя из лабиринта, уже в панике, в шоке, нифига у них не было никакой радости на глазах, они поняли, что тот человек, который их встречал, просто ушел, его не было на работе, он просто свалил, и все, у них началась паника. Во-первых, мама так и не вышла из лабиринта, компьютер, на котором были видны камеры, просто перестал работать, он тоже не включался, Валя начала слышать какие-то непонятные, странные звуки со стороны этого лабиринта, она подумала, что мама наконец-то добралась до выхода, потому что все остальное время, чуть больше часа даже, они пытались найти выход, и просто не слышали ее голоса. Мама просто потерялась, и это их безумно сильно напугало. Выйдя из лабиринта, они просидели просто два часа, пытались дождаться маму, пытались зайти снова в лабиринт, пытались найти выход, не сильно отходя от самого входа, чтобы заново не заблудиться. Вообще, я думала, когда я читала историю от Вали, в чем суть этого лабиринта, я думала, что они выхода и не найдут, и что-то произойдет суперстранное, но то, что они вышли, а мама потерялась, это было безумно ужасно. Так вот, сейчас я вам объясню, что произошло на самом деле. Спустя несколько часов ожидания мамы, они решили вызвать полицию, не уходя никуда, так как они ехали далеко до этого лабиринта, они объяснили полиции вообще, в чем дело. Лабиринт был достаточно огромный, естественно, просто так. Полиция не стала туда заходить, потому что, ну, как бы, они бы оттуда самыми по себе не смогли бы выбраться, потому что, ну, они идут туда изначально, чтобы помочь, а не чтобы поразвлекаться в этом лабиринте. В общем, Валя и с папой уже тысячи миллиардов раз пожалели о том, что они пошли в этот лабиринт. Полиция им сказала, езжайте домой, мы во всем разберемся. Валя тысячу раз пыталась дозвониться до мамы, но мама не брала трубки, хотя они все заходили с телефонами. Пыталась дописаться, но сообщения не доставлялись. Такое ощущение, что мама находилась где-то в том месте, где не было сети, хотя когда они ходили по лабиринту, снимали какие-то видосики угарные, интернет, в принципе, ловил, и связь тоже была неплохая. Вернувшись домой, они тысячу раз пытались дозвониться, как я уже сказала, у них ничего не получалось, они объявили маму в розыск, никак не могли понять, где она, как я говорила, смотрели по камерам, все, у Вали была паника, и все оставшееся время маминого отсутствия, она все время держалась за папу, прям была с ним рядом, 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 и ни на какую другую тему они не могли поговорить, кроме как пропажи мамы. что в конце концов произошло, и из-за чего, из-за чего эта ситуация, как бы, это даже смешно, то, что в обычном развлекательном зеркальном лабиринте потерялся человек, это даже звучит страшно, понимаете? Наступила ночь, и полиция так и не давала никаких ответов, что произошло, где мама, они пытались уже, как бы, понять, что она, где она. Всю ночь Валя не спала, не могла понять, что происходит, и у нее была жесткая бессонница, бывало такое, что она выключалась, знаете, минуты на две, ей снились какие-то такие краткометражные мини-сны, какие-то безумно страшные, то ли ее мама откуда-то выглядывает, то ли какие-то резкие скримеры, просто Валя сама себя накрутила, да, в этом, может быть, и нет никакой мистики, но человек, я сама с этим сталкивалась, может иногда себя накрутить до такой степени, что никто ему не сможет помочь. Папа уже вовсю уснул, и Валя так и не спала всю ночь, и на утро, часов в шесть утра, папе Вале наконец-то зазвонил телефон, он взял трубку, и полиция им сообщила, что они весь лабиринт расхерачили, просто весь, и маму так и не нашли, что продолжаются поиски, и что маму в этом здании совершенно никак нет, записи с камер так и не работают, компьютер выключен, в общем, произошел самый настоящий трэш. Прошла еще одна ночь, и целый день, Валя пыталась дозвониться до мамы, у нее была истерика, ее просто не было, и они целый день не ели, и не пили, и я не понимаю, когда же в первую ночь папа Вале смог уснуть, когда он был в курсе того, что мама пропала, в общем, это ужасная ситуация, и хочу уже сразу подытожить. Уже подходим, ребятки, с вами к завершению, что в конце концов произошло. Прошло три ночи, и все это время практически Валя не спала, не ела, она исхудала, ей было плохо, она не понимала, где мама, и не могла понять, какого хера вообще это все произошло. Они докладывали всю информацию полиции, ходили, писали заявления, объявляли маму в розыск, и во время этих трех дней, естественно, папа на работу не ходил, но ему однажды позвонил начальник в течение, да, этих трех дней и сообщил, что его напарник уволился с работы. Да, вы не ослышались, уволился с работы именно тот напарник, который дарил эти билеты в зеркальный лабиринт папе Вале, ребята. Это было, я уверена, неспроста. Он просто уволился с работы и не отвечал на звонки, хотя раньше они с папой Вале очень хорошо общались, и, видимо, неспроста он подарил эти билеты в зеркальный лабиринт. Спустя трое суток ужасных кошмаров, снов, они приезжали на то место, пытались снять, ничего так и не получалось, наконец-то позвонили папе Вале и сказали, что маму нашли. Так вот, маму нашли в каком-то ужасном подвале этого же здания, и, как оказалось, она, когда гуляла по лабиринту, просто провалилась под пол каким-то образом, то ли ее туда кто-то утащил. В самом конце этого лабиринта была просто вот такая вот необычная дверь, которую открываешь и просто проваливаешься в этот ужасный подвал. Как оказалось, то ли маму Вале кто-то туда затащил, то ли она сама туда упала, но просидела она там, ребята, три дня. Выхода из этого подвала абсолютно никакого не было, внутри безумно сильно воняло сыростью, и дверь была просто приколочена всеми замками, всеми деревяшками, и полиция даже не думала открыть эту дверь, чтобы понять, что именно в ней находится мама Вале. Она не ела трое суток, от нее безумно неприятно пахло, и просто три дня без воды, без еды, она лежала в полуобморочном состоянии, и ее срочно отвезли в больницу. Для того, чтобы достать маму Вале из подвала, им понадобилась супердлинная лестница, так как даже фонарь, который вдали может светить и освещать дальний путь, не смог осветить то, что находится над ней этого подвала. Подвал был очень глубокий, внутри бегали крысы, и все было безумно страшно и отвратительно. Да, маму Вале отвезли в больницу, откормили, и очень долгое время она просто не могла прийти в себя, и постоянно что-то твердила себе под нос. Он здесь, он рядом, он меня видит, он меня услышит. Зачем я сюда поехала, зачем я сюда поехала, зачем я сюда поехала? И выглядела она реально как сумасшедшая. Думали ее даже отправить в психиатрическую больницу, и никому не пожелаю столкнуться с такой ситуацией. Валя просто не стала даже мне дописывать эту историю, она закончила ее дрожащим голосом и сказала мне, Карина, пожалуйста, расскажи и поделись этой историей со зрителями, чтобы они были аккуратными и всегда смотрели на те места, куда они собираются идти, в особенности на самые неизведанные и неизвестные места. Никто из семьи Валя так и не додумался посмотреть информацию об этом лабиринте. Того молодого человека, кто работал около этого лабиринта и кто им объяснял все правила, что нужно делать и что не нужно, просто исчез. Его как будто просто не стало. Напарник папы Вали, который подарил эти билеты, тоже исчез, и их до сих пор ищут ребята и не могут найти. Я уверена, что они просто покончили жизнь, сами понимаете, чем, и поэтому так все собственно и произошло. Прошел уже целый год спустя этой истории и сейчас у них все хорошо, у них все отлично, они начали проводить больше времени вместе, но мама Вали, она действительно безумно долго лежала в больнице, она не могла прийти в себя и только тогда, когда ее вылечили, она смогла рассказать то, что ее как будто какое-то неизведанное непонятное существо резко схватило за руку, она повернулась и просто не могла увидеть, кто ее так крепко держит, ребята. Ее просто какое-то невидимое существо схватило и со всей силы потащило в этот подвал. Естественно, вот эти вот наушники, которые им давали, просто выпали из ушей у нее. Каким-то образом все камеры, которые пытались пересмотреть и которые были повешены, просто были выключены и они как будто вообще изначально не работали, хотя когда вся семья Вали заходила в это заведение, они через компьютер мельком видели, что камеры работают. Я не знаю, ребята, может быть, это кто-то подстроил, но это максимально страшное мистическая и непонятная история. А мистическая она только потому, что, как мама рассказывает, ее просто какое-то неизведанное существо увалило в этот подвал. На ней были побои, она еле как выжила. Три дня лежала без всего в кромешной темноте, и если бы еще буквально несколько часов, она бы просто скончалась, ребята. Это просто ужасная история. я снимаю ее сейчас, находясь одна дома, и вы не представляете, насколько мне страшно, насколько мир жесток, и насколько бывает много непонятных, мистических и страшных ситуаций. Я очень хочу, чтобы вы были аккуратными. Я не представляю, даже что пережила Баля, и огромное тебе спасибо, что ты поделилась со мной этой историей. Просто огромнейшее спасибо. Ну а вы, ребята, берегите себя, пишите ваше мнение ниже в комментариях, что вы думаете по поводу этой ужасной мистической истории, и как часто вы хотите, чтобы я продолжала выпускать видео с мистическими историями там два-три раза в неделю. Я сейчас просто не могу даже продолжать это видео, потому что меня безумно трясет, мне очень страшно, мне такая тревога, как перед экзаменами, знаете, внутри. Мне безумно страшно, я настолько вникла в эту историю, что сейчас могу понять, что она просто 10 из 10 по всем страшным историям, которые я когда-либо рассказывала. Никому не пожелаешь столкнуться с таким ужасным событием, причем Валя просто не спала, и снились ужасные сны. Она первая услышала звонок от полиции, которая сообщила папе Вале, что все-таки мама жива. Она очень долгое время истерила, и действительно присутствует та информация, о которой Валя не хочет, чтобы я вам рассказывала, но она действительно трешовая. Маму Вале чуть ли не положили в психиатрическую больницу, но лечилась она примерно месяц, и к большому счастью сейчас все хорошо. Хочу вам сказать огромное спасибо за просмотр этого видео, не забывайте про трех фантомов, которых я спрятала в этом ролике, если вы их нашли, то обязательно кидайте мне их в директ в инстаграме. Ну а с вами была Карина, это была Мистическая история. Берегите себя, берегите своих близких, и обязательно гуглите в интернете все неизвестные места, в которые вы собираетесь когда-либо пойти. Это просто ужасно, будьте аккуратными. С вами была Карина, до скорых встреч. Пока-пока, скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok